9 июня 24 года. Доброе утро всем. Сегодня я еду с маленькой группой в немецкий город Бамберг. На этом микроавтобусе нас всего 7 человек. Удобно. Красивая дорога. В окрестности Марианских Лази. Выехали на большую трассу. Чем впереди. Еще пока в Чехии. Проещаем границу Чехии и Германии. Здесь ремонтной работы как раз. Никакого вон там пропусти. Какая-то река. Скалка. 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 Сейчас будет граница. А, только будет. Сейчас. Все так переточек. Я немножко поторопился. На карту посмотрел. В будущем. Касино. Касино. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Интересно... Ну всё... Границы проехали... А в прошлом году даже этого не было... Вообще была пустая раса... Никаких пограничников... Ну всё... Хайма штат... Германии... 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 Мы всё ещё в дороге... Два часа езды... От Марианских власти... До Бамберга... А там рядом идут... В Нюрнберг... Да и Дрезден с Лейцегом... Аккуратные домики... Чистая крыша... Комнеопасный склон... Спрятан под сеткой... До Ирнбергской... Уже, наверное, километра два... Больше... Склассетку растёт трава... Аккуратные домики... Вот, наконец, выпхали на автопад... Стоящий... 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 Поехали побыстрее... Отвечаем... В Бамбергу... Здесь целые поля... Заняты... Солнечной на батарее... Зарабатывающим электрометрометром... Вегер прямо на несколько километров... Клянется поле... Уставлено вот этими стендами... И так, мы уже в Бамберге... Я работаю там... В общем... Это... Ни ездят... Ни сберу... Я-то у нас... Ну, это... Смотри... Платеньки... У нас есть уже... А все... Да... Все эти... Которые вокруг... Которые... Красивая... А пока что уже... А пока что... А пока что... А пока что... Все... Честь... Аккуратненько... Аккуратненько... Воспой... Чахиненько... Чахиненько... Здесь нас высадили... У города Бамберга есть 3 основные особенности... Первая особенность заключается в том, что город не был разрушен... Практически не был разрушен после Второй мировой войны. Это действительно чудо, потому что в радиусе 100 километров город Нюрнберг почти на 85%. Городу Бамбергу просто крупно повезло. Когда была намечена бомбардировка этого города, над городом выпал пустой туман, и целенаправленного уничтожения города не получилось. Американцы сбросили голду, где придется, и поэтому город Бамберг застрадал всего на 5%. С 1993 года старая часть города, которая хранит архитектуру с 13 века, находится под охраной ЮНЕСКО. Вторая особенность заключается в том, что с 1007 года город Бамберг являлся епископатом. Это означало, что здесь всегда у власти был епископ, в городе резиденция, Домский Бамбергский собор, естественно. Город и сейчас католический. Здесь 75% населения – это католики. В 2013 году собор праздновал свое тысячелетие, Домский Бамбергский, и присутствовали кардиналы из семи разных стран мира. Это уже говорит о том, что город имеет очень большое религиозное значение. И следующая особенность, третья особенность города Бамберга, начиная с 14 века, этот город является центром пивоварения местного региона. Здесь в пивоварнях можно попробовать 50 различных сортов пива. И, конечно, в этом городе изобрели пиво копченое, о котором я расскажу немножко позже. И пиво это можно, конечно, попробовать повсюду. Современный город Бамберг небольшой, население всего 70 тысяч. Город, конечно, живет за счет туризма, но кроме этого, это и промышленный город. Здесь находится фирма «Грозы», которая производит электронику для автомобилей, фирма «Гош». Огромное предприятие, которое занимается переработкой сжигания мусора. То есть это и промышленный город. Но что удивительно, в городе Бамберге есть университет, где обучается 8 тысяч студентов. Вообще нужно сказать, что во всех старых католических городах обязательно есть университет. Это мера, которая была предпринята епископом после реформации. Они открывали университеты в католических городах, чтобы удержать молодежь, чтобы молодые люди не разъезжались и не надбирались чего-то нового, как они говорили. То есть чтобы они не становились протестантами. И поэтому, собственно, в Юрсбурге очень старый университет. Это тоже католический город. Традиция эта, в общем-то, живет с тех давних пор. Ну и, конечно, немножко еще раз я представлю вам порт. Несколько портов я уже о нем сказала. Давайте подойдем немножко ближе. А что за река? Река в городе называется Регниц. Как? Регниц. Регниц. Река Регниц, да. Нужно сказать, что за счет того, что в городе обилие воды, такая вот холмистость, да, обилие селени, это создаёт особую атмосферу уюта в этом городе. Кстати, сейчас проходит итальянская неделя, и можно покататься на кондоме. Ва гондольеры специально обучены в городе Бамберге. Здесь есть так называемая Малая Венеция, которую я вам покажу чуть позже. Это еще не Агайский, не Малая Венеция. Не-не-не, я покажу Малую Венецию, как она выглядит. Да, ну и, в общем-то, наличие Малой Венеции как раз и создаёт особую атмосферу в городе, и поэтому здесь появились несколько лет назад гондольеры. Обратите внимание еще раз на скотобойню. Она появилась в 18 веке. На фасаде изображение быка. Обычно скотобойню устраивали у реки. Это было очень выгодно, потому что неудобно. Выгодно, скорее удобно. Все, что оставалось от собой из скота, тут же можно было снять в реку, чтобы было действительно удобно. И вот эти старые краны 17 века как раз напоминают о том, что здесь был порт. Отсюда уходили суда. Торговал в городе, в городе, в городе, в Голландии. Балки. В основном пивом, солодом. Старинные балки. Все, что необходимо для пивоварения. То, собственно, чем был раньше инконтакт. Старые здания, кстати, активно в городе используют. Например, вот в этом здании, где когда-то забивали скот, сейчас находится университетская библиотека. В одном из зданий, где находился на монастыре, мы его с вами чуть позже увидим, в Гомеликанской, читаем ли мы все специалисты. То есть город в своем развитии помнит о том, что не устремляет, конечно, будущее. Ну, а мы с вами сейчас пройдем в глубь города и увидим, конечно, много интересного. Торговая улица. Я вам о том, что вам я просто покажу. Сегодня магазины выходные, кроме сувенирных. Город католиков. Они очень хранят традиции свои. У них в воскресенье служба одна за другой. И поэтому только после часа можно будет посетить соборы. Вообще все строго. Может, нельзя смотреть? Нет, вы можете зайти. Но в тот момент, когда служба начинается, и выйти, когда она закончилась. То есть заглянуть просто вас не пустят. Нет, нет. Хмель выращивали, репа выращивали, лук. Интересно, что лук они выращивали, в городе и продавали лук. Одна из них епископа, другая из них закрепилась прозрачная. И называли луковые топтуны. Оказывается, когда прорастал лук, появлялись молодые зеленые побеги. Они на ноги одевали дощечки. Эти побеги приминали к земле. И считалось, что сок из побега уходит в луковицу. И лук более сочный. Вот отсюда это прозвище, которое до сих пор за ними сохранилось. И, кстати, в старой пивоварне, тоже покажу, где можно попробовать бамбергскую луковицу. Это лук, который фаршированный мясом. Ну, подобие там перец мы дома фаршировали. Но это готовится в пивке, в духовке. И поливается пивным соусом. То есть в одном наборе и луковица, и пиво. Это можно тоже попробовать, где я обязательно покажу. Кстати, близлежащий Нюрнберг жители этого города называли мешки с перцем, чтобы подчеркнуть, что это город очень богатых людей. Перец был всегда очень дорогой пряностью, как и все собственные пряности. И чтобы подчеркнуть богатство людей, Нюрнберга, торговцев, и местленников, их называли мешки с перцем. Ну, а мы пройдем с фильмами, фотографиями. То есть они это передают с поколения в поколение. Итак, мы пройдем дальше. Вкусовод рассказывает, что чувство вины немцев перед евреями до сих пор сохраняется и передается из поколения в поколение. И на улицах есть медные таблички прямо на проезжей части, на которых написаны данные людей, евреев, которые в этом доме или рядом с домом с этим местом жили и погибли в каком-то концлагере. Он яркий, хотя он старше Нюрнберга. И интересно то, что в этом городе в конце 17-го, начале 18-го века проводится модернизация в период правления лота Франшонборна. Когда на смену готики приходит новый стиль, барочный, он бросает клич. Если одноэтажное здание будет оформлено в стиле барокос, жильцы освобождаются от платы налога на землю, городскую казну, на 6 лет, двухэтажное на 12. Это было, конечно, хорошим стимулом. Город преобразился одним махом, потому что люди хотя бы таким образом от какого-то налога старались освободиться. И город, у которого были деньги, стал ярким, барочным городом. Лота Франшонборн сделал для Бамберга многое, я еще обязательно об этом епископе расскажу. И обратите внимание вот на это здание. Это фах верковности. Я думаю, многие уже слышали об этом. Фах верковности был в период 13-15 века очень популярен. Дома строили следующим образом, делали деревянный каркас, потом использовали наполнили глину, песок, щебень, солому, перемешивали, все промазывали, прокрашивали. Дома строились легко и были недорогими. Там на Хасаде есть демокат. В 15 веке было построено это здание. И вот представьте себе, что в городе Бамберге под толстым слоем штукатурки очень часто скрыт такой фах верк. То есть, когда проводили модернизацию, все было штукатурено. Кстати, вот на этом здании, посмотрите, над окном даже видна, просматривается эта балка штукатуренная. Здесь это можно... Лучше бы не штукатурить. Вот именно. Кстати, нужно сказать, что дома, посмотрите, используются, да, и сейчас это обычные живые дома. Единственное условие, которое ставил город, тем, кто встроил покверковый дом, внизу должен был быть сапожок из камня, хотя бы метровый, для того, чтобы задерживать распространение пожара. Но училась, которая обстраивала этот дом, явно был не дедом, поэтому здесь довольно много камня использована. С галереями, балкончиками и вот этот зеленоватый дом, это старые дома 15 века, где жили ремесленники. Конечно, по нескольку семей ютил из этих домов. Жили, как правило, здесь коржевенники, красильщики, текстильщики, то есть те, чья деятельность была связана с водой. Мы с вами увидим, насколько активно река Регуица, на сборке что-то река, эта река берет свое начало в районе Байроита. А здесь, вы видите, совершенно такое спокойное течение. Дело в том, что это канал, канал, который был прорыт в период 15 века. Это была необходимость, потому что вот этим ремесленникам просто места на реке не хватало, там было очень много мельниц, а им необходима была вода. И поэтому был прорыт канал, глубина которого максимально 2 метра. Интересно, что в летописях города Байберга описывается такой факт. Когда процесс производства ткани доходил до покраски, то в городе обычно начиналась суета. Мужчины стройными рядами шли к красильщикам, зная, что их бесплатно будут поить пиво. Они получали вдоволь пива, здесь же собиралась человеческая моча, потом добавлялась туда древесина ивы, все настаивалось, опускалась ткань, сначала она становилась зеленого цвета, потом на солнце интенсивно синего цвета. Краситель был стойкий, запахи в то время никого не раздражали, и все были довольны. И жители города, которые бесплатно получали периодически пиво вдоволь, и, конечно, те, кто пользовался таким сырьем. Вот этот факт о городе Бандербе известен. Ну, а мы с вами пройдем, да? Кростенбратом название ресторана, где есть русскоязычное обслуживание. Отлично. Русское меню. Нет. Веки активизировались горожане в этом городе. Вообще, в городе, я уже говорила, у власти был епископ, а епископы, начиная с 12 века, они были не только духовными лицами, но и князьями. Это произошло по распоряжению Фридриха Барбароссы. То есть, они имели право и управлять городами, они суды вершили, они градостроительством занимались, монеты чеканили. То есть, у епископа было очень много прав в то время. Горожане, как я уже сказала, в таких городах были бесправны. И вот в 14 веке горожане стали просить, чтобы епископ выделил маленький клочок земли для строительства ратуши. Очень долго судил, редил епископ, и тогда гордые горожане посредине реки создают насыпной остров на сваях и отстраивают здание ратуши в стиле фахверк. Очень красивое место. Я там даже, конечно, сделаю вам возможность пофотографироваться. Небольшую фотопаузу мы сделаем, потому что, ну, в общем-то, конечно, одно из них. Например, в университете города Бамберга до 1806 года могли быть преподавателями только католики и обучаться студенты только католической веры. До 1806 года реформация произошла в середине 16-го. Можете себе представить, как долго все это делалось? Я развивала, да. На этом насыпном острове вы видите здание в стиле фахверк, которое было позже расширено. Я об этом чуть-чуть позже расскажу. Обратите внимание, насколько активная бурная река. Вы видите слева шлюзы. Уровень воды при помощи шлюзов регулирует, и сейчас проблема с наводнениями решена, к счастью. И обратите внимание, вот эти подвесные столбики, так как река очень активна, то ее используют спортсмены для тренировок на маленьких лодочках каяках, учатся преодолевать всевозможные препятствия, горные пороги. То есть река, как вы видите, активна. Вы можете сделать фотографию, а я вас в конце моста буду ждать. вот здесь как раз видно шлюзы. Шлюзы, которые регулируют уровень воды, с помощью которых можно предотвратить бедствие от наводнения. в этом городе для проблемы не существует наличие благодаря именно шлюзам. Люди отдыхают с утра, пьют коричневое копченое пиво. может быть просто такие-то эксперименты. Оно, когда нас в стиле хаттера. Когда проводили модернизацию города, то построили вот эту пашинку, соединили таким образом два здания ратуши и известный художник Англандер на здании ратуши на Морзе великолепные свески. Мы с вами сейчас едем на ветке его, потому что свески неотличные и, конечно, как раз к этому на зданию ратуши подходим с другой стороны. А здесь торгуют всякими сувенерами, книгами. И обратите внимание, какому особому приему прибегает Англандер. В верхней части вы видите фигурку ангела, который поддерживает занавес, в нижней части свисает нога и ножницы. Это объемная пластика, которая использовалась впервые для оформления наружной фасады. Такие объемные фигурки использовали для оформления потолочных взводов, допустим, по дворцам, где-то в церквях. Но чтобы на фасаде была объемная пластика, это использовалось впервые. Создает он эффект цвета теней, для того, чтобы еще придать большую объемность тому, что он изобразил. Он создает вот эти объемные фигурки. Конечно, нанесение фресов было сопряжено к большими сложностями, для того, что здесь всегда работает стоя на фресах, находясь в тесном контакте со стеной. То есть, вот таким образом он рисует и, конечно, отойти в сторону, заизмерить насколько пропорционально он обещает, возможности у него не было. Он опирается на свой опыт, на свою интуицию. И, кроме этого, фрески наносились на штуководку. Понятно, фрески влажной, добью, взяла штукатуркой, и краска моментально впитывалась. Когда-то краски наносили на сухую штуководку, вот такая роскость, она была не благодоличной, потому что вместе со штукатуркой краска начинала осыпаться. В данном случае краска моментально впитывалась внутрь, и если была допущена какая-то ошибка, то, допустим, исправить ее было практически уже невозможно. Он опирается, конечно, на опыт свой и доказательства того, что справился с задачей перед нами. Фрески дважды обновлялись с 1750-ми. С лодочками пришло... Это место называется Малая Венеция, видна скотобойни отсюда. больше романский поселок, как это здесь шилет, кораблики. 1818-го года сейчас эти там лавки не пришло к городу, жители просто с ним родятся к нам. Вот это место называют Малой Венецией. Кроме того, что здесь из Малой Венеции город Бамберг еще называют Франклонским Римом, потому что подобно Риму город раскинулся в себе толпан. Несколько слов о том, как используются ратуши сейчас, и мы направимся дальше. Я извиняюсь, что ты загадываешь. Занимали огромные территории, им принадлежали большие угодья. Они не платили налоги в городскую казну и не подчинялись законам города. И для города это была большая нагрузка, поэтому количество монастырей сократили. Но в городе Бамберге до сих пор есть действующий женский монастырь. Это монастырь Кармелиток. Он находится в старой части города Кармелитон Костер, так называемый. Ну а мы пройдем дальше. Прямо как в Хайфе. Вообще, здесь булочная кондитерская тоже с 18 века. Вот есть дата 1740 год. В 18 веке вот такие ручки было очень модно использовать. Напротив, вы видите дом, сейчас это гостиница, там меньше фантазии было, да? У строителей. Вы видите ручку в виде раковины обычная. Ну а в городе очень много таких интересов. Другие было. 155, извините, было 1808, то есть короткое время. Он занимался становлением местного театра, занимался очень немногим в этом театре, был ответственным за все. Он был и директором этого театра, он писал всевозможные музыкальные произведения, за декорации отвечал. Но сначала театр ему не приносил больших доходов, и он был вынужден давать еще уроки пения в богатых семьях. В основном обучал пению девушек. И вот влюбился в одну свою ученицу, это была Юлия Марк, ей было 15 лет, ему 37 на тот момент, но никого это не смущало, он был женат, очень неординарная личность, нужно сказать. И долгое время он свои чувства к этой девушке скрывал, они вместе пели поэтом, она была хороша собой, выглядела гораздо старше своих лет. И когда это стало все-таки известно, то родители этой девушки подсуетились, быстренько выдали ее замуж за торговц, и она уезжает в город Гамбург, и сердце Гоффмана было таким образом разбито. Если бы не этот Чумбей, наверное, остался в Бамберге на всю свою жизнь, потому что в конце концов и театр уже успешно работал, и какое-то признание он получил в этом городе, но все получилось так, что он город Бамберг покинул, какое-то жил время в Дрестоне, потом в Ляйпциге. Интересно, что в Бамберге он еще не писал свои произведения, он только стал писать коротенькие заметки в литературную газету и понял, что ему нравится писать. Вообще, по профессии он был юристом, сам себя считал музыкантом, писал музыкальные произведения, а слова обрел, как писать. Вот так интересно сложилась его судьба. Улица Пюденштрассе. Раньше в этом здании была синагога, когда-то. Потом ее забрали, теперь ее здесь нет. А вообще в 15 веке в этом городе пострадали евреи, как и во многих других городах. Но как-то еврейские бедствия происходили реже. Просто у зажиточных евреев отняли дома, все имущество распродали и пополнили городскую казну. А их просто выселили из домов и поселили в непрестижной части города. В Юрсбурге было еще хуже. Там рыночная площадь, на которой было еврейское гетто, еврейское поселение. Ее просто снесли. Евреи выкинули. Такими фактами пестрит история Германии. Многовековая история. Это закончилась первая сентября. Сейчас выйдет следующая. Уже спрашивала, почему город Бамберг называется Бамбергом. Откуда возникло это название? В 9 веке здесь жил град по фамилии Бабенберг. Позже возникает название города Бамберг. В 1007 году эти земли в наследство от своего отца получил Генрих. Здесь будет епископат. Это значит, что город будет развиваться быстрыми темпами, что здесь обязательно будет Томский собор, резиденции епископа, будут собираться духовные лица и знать. И он, кстати, бросил все силы в 11 век на то, чтобы город развивался. Действительно, в это время сюда съезжаются штукатуры, малюргей, художники, строители. Многие оседают в этом городе. И, казалось бы, у города были постепенно перспективы постепенно развиться в крупный город. Но этого не произошло, потому что города были в средние века богатыми только в том случае, если они были городами ремесленников, если они вели бойкую парковлю, находился город где-то удачно на пересечении торговых путей, тогда у города, конечно, были перспективы развиваться в крупный город. У Бамберга этого не было. Основная деятельность жителей города это пивоварение. Вот такой факт, который подтверждает, что действительно много было сил брошено на строительство города Бамберга. Обычно на строительство одного собора в то время уходило столетие. В городе Бамберге за 30 лет было построено сразу три собора. Это Домский Бамбергский собор, собор Святого Штефана и церковь Святого Михаила. Это, конечно, очень показательно. Генрих Второй женился на Кунигунде Люксембургской. Правда, заключен из политических соображений, но оказался очень гармоничным. Они прекрасно друг друга понимали, дополняли. Она участвовала тоже в государственных делах, но была большая беда, у них не было наследников. Это была в то время трагедия, если у правителя нет наследника. Потому что официально в Германии выбирали королей императоров, но это только официально. На самом деле всем было удобно, если власть передавалась по наследству дальше. Потому что понятно, что когда выбирали нового короля или императора, то были какие-то кандидатуры всевозможные, какие-то распри возникали, порой восстания, даже войны, какие-то псевдокороли появлялись. И поэтому это было, конечно, не очень удобно. Правители любили, и поэтому пытались их оправдать и объяснить, почему они бездетные. 80% легенд о Кунегунде и Гедрихе объясняют, почему у них не было детей. Говорили о том, что Кунегунда непорочно, как Дева Мария, говорили о том, что у них любовь платоническая, и поэтому детей у них нет, как у Йозефа и Марии. То есть Кунегунду постоянно сравнивали с Марией, поэтому в конце концов ее образ стал очень актуальным. Это одна из главных святых сейчас в городе Бамберга, считают ее покровительницей города Бамберга. И когда жителям говорят, вам так повезло, что город не был разрушен в результате бомбардировки в конце войны, они говорят, это наша Кунегунда раскинула над городом покрывала и спасла город от бомбардировки. Известна дата ее смерти, 3 марта она умерла, и в этот день обязательно в скульптуре, которая находится на нижнем мостике, вы ее увидите, когда будете направляться к автобусу, там большая скульптура Кунегунды, всеми любимая в этом городе, и обязательно у ее ног появляются оттапки красных роз в это время, то есть о ней помнят. Генриху умер раньше Кунегунды на 8 лет, она сдала все политические дела и ушла в монастырь под городом Касселем. Там она прожила 8 лет, как я сказала, после смерти ее, так же, как и Генриха, причислили к святым, и мощи находятся в Домском Бандерском соборе в настоящее время. Но Генриха, вы можете посмотреть, потом сразу, когда вы зайдете, увидите, в Домский собор, собора-гробницы, очень красиво оформленная надгробная вот эта плита, она была создана уже в 16 веке, они жили в 11. Дело в том, что паломники приходили, нужно было привлекательный вид придать мощам этих святых, и поэтому известный резчик по камню и дерево Тильман-Риммон-Шнайдер получает заказ, создает великолепную надгробие, там их можно увидеть изображение в натуральную величину, но, конечно, изображение фантазийное, никто не знает. Портал изгнания, из него выгоняли те, кто вступал в конфликт с Берой. Это еще один портал, этот портал портал милостыни. Портал милостыни. Когда-то подаяние, то есть строго было предписано, где можно собирать милостыни. Вот в нижней части, вот эти полукруглые окна, там находится часовня, часовня небольшая, и пробит колодец. Это сейчас часовня, где крестик детей, берут вот эту колодинскую воду, она считается естественно святой, а когда-то именно здесь могли останавливаться поломники, те, кто приходил издалека, чтобы поклониться мощам святых, они здесь могли заночевать и пользоваться этой колодецной водой. И обратите, пожалуйста, внимание на меры длины. В каждом городе были меры длины свои, их было очень много в больших и маленьких городах, они были свои. Например, в городе Нюрнберге известно, что одна из мер длины это башмак ремесленника. Город Нюрнберг город ремесленников, и вот при помощи башмака, например, ремесленника, который был стандартным для всех, независимо от того, кто его одевал, измеряли ширину и длину надгробных камней на старых кладбищах, поэтому они все совершенно одинаковые. В городе, например, Утенбурген-Аталбуре одна из мер длины это локоть мэра города. Если вы были, вам наверняка говорили о том, что явно завышена эта величина, чтобы показать, что наш мэр это сила. В городе Бамберге, естественно, все связано с Кунигундой, как же иначе? Посмотрите, меры длины от этого гвоздя до этого это два локтя Кунигунды без кисти, то есть дважды вот эта часть повторяется. От этого гвоздя до этого след Кунигунды. Если посмотреть, думаешь, вот это нога. Это на самом деле сороковой размер. 26 сантиметров и почти 27, 26,8 длина от одного до другого вот этого гвоздя. Почему след Кунигунды? Дело в том, что имеется в виду обувь вместе с длинным носом, потому что в то время люди знатные носили длинноносую обувь. Чем более длинным был нос, тем более считался знатным человеком. Известно, что иногда длина обуви вместе с носом доходила до 60 сантиметров. Как ходить в такой обуви представить сложно, но известно, что кончик носа подвязывался при помощи специальных веревочек к ноге, чтобы не цепляться за землю. То есть, поэтому, собственно, называется это след Кунигунды. Мы с вами сейчас в мостик выходили, там была вся в лесах резиденция. Там он жил в 16 веке, а потом перебрался в новую резиденцию, в которую мы с вами сейчас все это принадлежит музею. Здесь находится музей. Информация на английском языке и немецком. Очень интересный музей именно исторический. Русское язык исключили везде, даже в автобусах экскурсионных. Андрей Скоремецкий. Вы видите, что в столбы везде и в битом большое количество гвоздей. Гвозди вбивали не потому, что людям нечем было заняться и некуда было одевать гвозди. Это имело определенный смысл. Оказывается, когда животных подковывали, они, испытывая дискомфорт, постоянно зубами хватались за столбы. Столбы были буквально изъедены. Чтобы их отучить от этой вредной привычки, убивали густо-густо гвозди. Несколько раз уцепившись зубами за гвоздь, лошади от этой привычки отвыкали. Ну и, конечно, еще один момент можно упомянуть. У города Бамберга, к сожалению, есть и недобрая слава. Этот город отличился в первой инквизиции, когда сжигали колдунов вы видите на костре. Причем инквизиция начинается уже с 15 века. Три немецких города католических, это город Бамберг, это город Бюрксбург и город Кёльн, в период инквизиции особенно отличились. Причем, насколько свирепствовала инквизиция, это зависело от кровожадности правителя. Известно, что в городе Бамберге с 1612 по 1632 год каждый десятый житель был жертвой инквизиции. Очень много людей погибло в то время, и женщины, и мужчины. Сначала охватывали нижние слои населения, а у этих людей, которых обвиняли в колдовстве, забирали все имущество. Потом поняли, что с них возьмется и бедных людей, и уже люди более высших сословий тоже стали становиться жертвами инквизиции. Чтобы быть сожженным на костре, совсем не нужно было идти в лес, допустим, собирать какую-то травку, ларить зелье. Достаточно было быть немножко не таким, как все. Бородавка на носу, шапка рыжих волос, какой-то особый талант. Допустим, необыкновенно красивый человек пел. То есть, если он немножко отходил от стандарта, его считали посланником сатаны на землю. В то время, кстати, в Европе очень много красавиц было уничтожено. Генофор очень сильно подпортили. Это не выдумка, это действительный факт, когда уничтожали красивых женщин. Вот такие страшные события происходили в городе Бамберге. В Бамберге, это 17-е годы, с 1612 по 1632, это особо тяжелое время было. В городе Бамберге переломным моментом был вот такой случай, который вошел в историю. В городе Бамберге в 1631 году появилась Доротея Флоп. Это женщина из очень богатой семьи, знатой семьи, отец и член городского совета города Нью-Рюнгерга. Она настолько была влюблена в своего избранника, что меняет веру, становится католичкой. В то время это вообще подвиг. Становится католичкой и приезжает сюда, живет в городе Бамберге и пытается, конечно, как-то вжиться в этот город. Но у нее было много недоброжелателей. Ее обвинили в колдовстве, ее бросают в тюрьму, подвергают страшным пыткам. А, кстати, так и было. Бросали в тюрьму, подвергали пыткам, и человек уже согласен на все, лишь бы его оставили в покое. И говорил, я колдун, я ведьма и все что угодно. И вот ее тоже подвергли пыткам. И в это время, она, кстати, ждала ребенка, ее выпустили на момент рождения. Родилась девочка, которую отобрали, и судьбу ее никто не знал больше. Куда она делась? Непонятно. Ее вновь бросают в тюрьму, и в это время ее отец хлопочет и муж. Они дошли до короля, который присылает в Бамберг распоряжение, чтобы ее освободили. Но я в начале экскурсии говорила, что у епископов было очень много полномочий. Они были и князьями, имели много прав, и он просто от распоряжения короля практически отмахнулся. У них, можно сказать, такой же уровень полномочий был. И когда все-таки дошли до Папы Римского, Папа Римский отправил гонца с петиции, чтобы эту женщину освободили. И вот когда была осуществлена казнь, буквально через пару минут появился этот гонец с петиции. Женщина уже была сожжена. Но факт тот, что этот момент был переломным, потому что до Папы Римского дошло каких страшных размахов. Приняла инквизиция, он стал все это ограничивать. Но тем не менее известно, что в городе Бамберге еще до середины XVIII века редкие случаи, но случаи инквизиции были. То есть это было страшное время, когда люди могли оговорить друг друга, вот не дружу с соседом, да скажу, что он колдун или ведьма. То есть в такие вот страшные времена, как вы говорите, история повторяется. По кругу, ну вы смотрите, что нет. По кругу все ходит. Да, да, да. То есть вот в такие времена были в городе Бамберге. Роскошь, еще и вечная домашняя часовня. Вечная домашняя часовня. А в ней все было тема предварительного следствия. То есть все здесь. Это розмарин. Интересные ворота. Решили оставить так, как это сохранило время. Справа изображение Кунегунды. В руках идёт Домский Бамбергский собор. Слева изображён Генрих II с Домским Бамбергским собором. Около Кунегунды, вы видите, изображение Георгия Пьедоносца. Около Генрика Пётр изображён святой с ключами от рая. Так что у него тоже, к сожалению, не знаю. Когда его назначают на постепископа, то, в общем-то, все несколько опасаются, потому что все шоккорни строили дорогие объекты, невзирая на создание городской казны. Если кто-то из вас был в городе Вюртсбург, там роскошная резиденция епископа. Её сравнивают с Версальским борцом. И когда Наполеон её увидел впервые, он сказал, более великолепного Поповского дома. Я никогда не видел. Действительно, выглядит, как резиденция эпископа. Это богатейшая постройка, сооружение тоже выстроено шонборами. То есть они все строили вот такие дорогие объекты. Лота фон Шонбор в конце концов убеждает всех, что он дорогих объектов строить не будет. Его утверждают на постепископа. И первое, что он делает, он просит, чтобы Октава Римский разрешил работать с президентом городе Мартургин. Вот это вот этот дворик он построил. Именно приём в своём управлении с более богатыми помещениями для приёма императора. Да, такая в городке. Там, конечно, роскошная резиденция. У него была идея снести весь этот дворик и сделать закрытый двор. Вот такой буквой П. Видите, даже остался камень поступающий. То есть планы он свои полностью не осуществил. По-видимому, финансы всё-таки подвели к счастью. Поэтому мы можем любоваться постройками. В периоды 15 века. Ну и нужно сказать, что он был маленького роста. Метр пятьдесят. Очень энергичный. Весил около ста килограмм. Считался очень красивым. На всех портретах он румяный круглолицый. А в то время представление о красоте было такое. Если мужчина румяный круглолицый, значит, у него есть что покушать. Если есть что покушать, есть деньги. А если есть деньги, то он не отразит. Поэтому Лотта Франшон Борн был красавцем. Опять всё повторяется. Вот это, да. Неожиданно. В середине 18 века появляется этот розовый сад. Это барочный садик. Вот такая разбивка неэконометрические фигуры, которые обсажены вечно зелёными кустарниками. Это именно свойственно для барокко. Здесь ещё, вы видите, всё украшено фигурами. Изображение в основном здесь барочный садик. Тун изображён. Чем-то в Вену напоминает. Здесь 50 различных сортов роз. Около 5000 кустов высажено. В розовом саду тоже есть своя традиция. В конце августа, в начале сентября в розовом саду проходит концерт. Здесь поют семинары. В глубине есть чайный домик. Там небольшой кассет в настоящее время. Где можно выпить кофе, посидеть, насладиться ароматом роз. Он тоже возник именно в середине 18 века. Я обратила внимание, в местах, на холме вы видите церковь Святого Михаила. Очень уже давно начались реставрационные работы. Церковь Святого Михаила. Которые заканчиваются, наверное, уже более 10 лет. Какие-то серьёзные проблемы со статикой возникли. При этой церкви Святого Михаила есть монастырь, который возник ещё в 12 веке. В веке был, вернее, монастырь Бенедиктинцев. Это мужской монастырь. В монастыре жили мужчины-бенедиктинцы, которые прекрасно разбирались в лекарственных травах. И поэтому потолочные своды этой церкви расписаны лекарственными травами. Там их около 600. И изображения этих трав не фантазийны, а выглядят именно они так, как они выглядят в природе. Раньше мы начинали нашу экскурсию именно с церкви Святого Михаила, потому что там находится гробница Святого Отца, которую, собственно, и создавал в 12 веке монастырь. Это гробница в форме такого саркофага, где есть ход. Если пробраться через этот ход, то, согласно педали, все болезни, связанные с костями, будет плозубное пыли, как рукой снимает. Раньше мы начинали оттуда. К сожалению, сейчас все это не забрало. Во-во-во-во, я только хотела сказать. В поддержку марианским лазерным мы начинали экскурсию там, а потом уже по тропинке пива все коммуниели. В настоящее время 9, ни одной пивоварни государственной нет, все пивоварни частные, секреты пивоварения передаются из поколения в поколение. И в этом музее узнаешь о том, как появилось копченое пиво в городе, из города Банберка. Согласно легенде, когда-то во время сильного пожара в зернохранилище обгорело зерно, и монахи, в силу того, что они были очень экономны, понимали, что использовать для выпечки зерно нельзя, выбрасывать жалко. И решили попробовать, используя это ветровое зерно, приготовить пиво. Пиво получилось с запахом дымка. И получило название копченого пива. Вообще, если перевести до подлина, то получается раухбей. Раух – это дым по-немецки. Почему-то переводят на русский как копченое. Конечно, это легенда. Скорее всего, все было совсем по-другому, так как пивоварение – это основная деятельность пивоваров, то было время, чтобы в пиво что только не добавляли, как только не экспериментировали. И поэтому, по-видимому, кому-то в холод пришла идея обжарить солод, прежде чем его использовалось. И таким образом появилось это копченое пиво. Пиво темное. Оно многим нравится. Оно достаточно мягкое. Но, конечно, вы сегодня сможете попробовать. У вас свое представление будет об этом пиве. Мужчины часто шутят, говорят, когда подносишь бокал к пиву, запах копчености бьет в нос. А даже кусок печены отхватишь. Это всего лишь пиво. Такое разочарование. Но попробуйте самостоятельно. Шикарные розы здесь. Старая пивоварня. 1405 год. Он был очень успешным пивоваром. Поэтому главный пивовар в турке он изображен. И на самом конце вы видите цитарь, который начинает звук. На самом главном деле, в данном случае это не вовсе. Оказывается, этот символ был широко распространен. Это не только звезды. Это символ добра и зла. Символ мужчины и женщины. В данном случае это звук. Здесь два наложенных треугольника. Один символизирует воздух. Другой восходник. Это две плюсовые стихи. Необходимый для пивоварина. Здесь только копченое пиво. Вот это. Даже Гетлер манш тоже, да? Официальная часть закончилась. Сейчас пойду попробую копченого пива.